Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам, как приготовить клубнично-ананасовый смузи. Всего три ингредиента, блендеры, несколько минут вашего свободного времени позволят приготовить низкокалорийный, полезный и очень вкусный коктейль. Им вполне можно заменить второй завтрак или полдник, освежиться в горячий летний день и приятно провести вечер. Для клубнично-ананасового смузи нам понадобятся клубника, можно взять свежую или замороженную, ананас, также можно взять свежий или замороженный и порезать его на небольшие кусочки и молоко, можно взять коровье или любое растительное. Вместо молока можно добавлять воду для более жидкой консистенции, сахар мы в данном случае не добавляем, потому что выбранные нами фрукты и так содержат достаточное количество сахара. Ананас очистим от кожуры, промоем его в холодной воде и нарежем на небольшие брусочки. Ананаса понадобится примерно жменька, можно взять чуть больше в зависимости от того, сколько порций смузи вы хотите сделать в итоге. Складываем ломтики ананаса в чашу для блендера. У меня погружной блендер, поэтому я взяла обычную стеклянную мерную кружку. В ту же кружку я добавляю клубнику. Я не нарезаю ее, потому что блендер прекрасно справляется и с цельными ягодами. Молоко я пока не добавляю, на начальном этапе хватит и той жидкости, которую выделят при взбивании клубника. Взбиваем ягоды по кружным блендерам до однородности. Это занимает примерно 2-3 минуты. Количество ингредиентов для смузи сложно сказать наперед. Из того количества, которое показано на видео, у меня получилось где-то 1,5 порции. Я отталкивалась от количества ананаса, добавила к нему сначала немного клубники, перемешала, попробовала и поняла, что ананас перебивает вкус. Тогда добавила клубники еще немного. Также обратите внимание на жидкость и финальную консистенцию смузи, которую вы хотите получить. Клубника у меня была достаточно жидкая, водянистая, поэтому и смузи получился жидкий. Однако все равно было недостаточно той жидкости, чтобы пить его через трубочку. Поэтому я добавила еще немного молока. Снова взбиваем получившуюся массу блендером в течение пары минут. Наш клубнично-ананасовый смузи готов. Консистенция то, что нужно. Переливаем наш смузи в красивый стакан. Готовый смузи можно украсить ломтиком банана или свежей клубники, добавить мяту или бумажный зонтик. Приятного аппетита! Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и удачного дня! Пусть ваше лето будет самым прекрасным! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!